Говорят, кашу маслом не испортишь. На самом деле можно, если уж совершенно потерять чувство меры. И так бывает абсолютно с любым продуктом. И даже с веществами, которые по своей сути должны лишь позитивно влиять на наши организмы. Речь о витаминах. Что с ними может быть не так, разбиралась Дарья Казак. Дарья Казак. Дарья начитаются и начинают себе заказывать, принимать. У кого-то услышали и начинают принимать тоже сами. Сегодня для некоторых стало нормой начинать свой день с принятия целой горсти капсулированной пользы. Витаминов для красивой кожи, волос, здоровья, костей, хорошей памяти. Мама троих детей Айсулужа Кыбаева впервые начала принимать витамины 5 лет назад во время беременности. Тогда я не знала, что нужно выбрать, посмотреть. Врач назначила, получается. Я просто пошла в аптеку и выбрала самые дешевые. Оказывается, это неправильно. Надо бы посмотреть сертификаты, качество. Айсулу рассказывает, что со временем поняла, что витамины необходимы для здоровья всей семьи. Говорит, что теперь не представляет свой день без приема полезных добавок. Сейчас я уже привыкла, знаю, потому что эту сферу изучала несколько раз. Поэтому я без рекомендаций врачей сама могу выбирать, понимать. Д3 обязательно пью и коллаген. Также шелочную воду пью обязательно. И спирулина, то есть для поддержки гемоглобина. Наиболее привлекательной площадкой для продажи витаминов стали соцсети. Таких страниц сотни. Реклама пестрит. Причем большая часть этих товаров завозится из-за рубежа. На эти витамины зачастую нет сертификатов. Кто-то запрашивает сертификаты, кто-то нет. Но лучше, конечно, брать в промеренных местах, в аптеках, либо запрашивать сертификаты. Аптечные сети тоже отреагировали на рост перспектив этого сегмента. Для полезных баночек отдают отдельные стеллажи или выставляют их на полках около кассы, поближе к покупателю. Анна Чернышова работает фармацептом уже 14 лет. Говорит, что сейчас в основном покупают витамины групп А, В, Е, Д, а также поливитаминные комплексы. Спрос увеличился, особенно весной. Витамины покупают и по назначению, и самостоятельно. Потому что люди сейчас сами очень много изучают. Поэтому единственное, мы можем скорректировать по дозировке. Но опять же на основе анализов. По мнению экспертов, спрос среди казахстанцев стимулируют богатый ассортимент и засилье рекламы. Нутрициолог Анна Михайлова подтверждает, нынешние пациенты отличаются своей продвинутостью. Многие приходят на прием с внушительным витаминным бэкграундом. Но не всегда эти самостоятельные назначения оказываются верными. На сегодняшний день, когда обращаются за консультацией, уже много чего принимают, уже много чего попробовали. Уже есть определенный список, что они закончили, что они только подключили. И иногда приходится корректировать. Что-то убирать, что-то, может быть, наоборот, добавлять. И смотреть вообще по необходимости. Мы поговорили с несколькими врачами. И все они, как один, заявляют. Прием витаминов без рецепта – бессмысленное занятие. В некоторых случаях беспорядочная витаминизация может быть опасной. Например, вы знали, что витамин Д, который сейчас массово принимают и с назначением доктора, и без, достаточно токсичен и имеет свойство откладываться в мягких тканях. Омега, которая также популярна, особенно среди женщин, при неправильной дозировке окисляется в организме и приводит к нарушениям пищеварения. А вот прием мультивитаминных комплексов и вовсе может проходить впустую. Но обо всем по порядку. Витамин Д – это основа нашего иммунитета. Он помогает усваивать фосфор и кальций, снижает риски болезни сердца. Но слишком большая его концентрация может привести к тому, что кальций начнет откладываться там, где не должен. Мамолог Индира Тажикова объясняет, речь идет о сердце, печени, почках, а также молочных железах. Именно микрокальцинаты – это только инвазивное лечение. Это оперативным путем делаются маленькие операции, диагностируется. Но доброкачественные накопления кальция в молочной железе – это не является как бы онкологическим заболеванием. Не относятся, они просто наблюдаются, и они не лечатся. При этом врач успокаивает образование микрокальцинатов в груди из-за передозировки витамином Д среди казахстанских женщин – редкое явление. Солнца в нашей стране недостаточно. И зачастую, наоборот, встречается дефицит кальция. Еще один излюбленный витамин – омега. Она делает кожу здоровой, а волосы – блестящими. Но, что более важно, так называемый витамин красоты участвует в развитии центральной нервной системы и головного мозга. Поэтому, как говорит врач-нутрициолог Анна Михайлова, при передозировке здесь есть обратная сторона. Омега-3 в избыточном количестве очень быстро окисляется и может приводить к тошноте, к каким-то нарушениям стула. В целом она не окажет своей пользы, если она поступила в избытке и окислилась в организме. То есть это будет бесполезно. Свои подводные камни есть и у мультивитаминных комплексов. Они могут быть не просто бесполезны, но и вредны. Все обусловлено индивидуальными особенностями организма. Когда есть дефицит по какому-то отдельному пункту, не надо принимать все и сразу. Прием любого препарата, любого витамина, конечно, после лабораторных анализов, чтобы определить, какую дозировку, в какой форме принимать. Потому что у пациента могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Некоторые формы не всасываются. И то, что принимает пациент, это просто попросту. Что заходит, так и выходит. По словам доктора медицинских наук Бакаджана Бембетова, еще один диагноз, который сегодня становится все более распространенным в Казахстане, это лекарственный гепатит. Часто больные попадаются к нам с лекарственными поражениями печени. В основном это лекарства обезболивающие препараты, гормональные препараты и некоторые антибиотики. И зачастую пациенты, они сами принимают препараты без указания врача, без рецепта получают в аптеке. На наш запрос о случаях лекарственного гепатита в стране за последние годы в Министерстве здравоохранения ответили, что не ведут такую статистику. При этом Бакаджан Бембетов отмечает, что витамины и БАДы тоже могут выступать триггером для развития этого заболевания, если у человека уже есть, например, ожирение печени или сахарный диабет. Братцельс в свое время говорил, у каждого лекарства в своей дозировке лекарства выше это яд. Это касается не только лекарствам, но и БАДам различным. И в том числе и пищевым продуктам. Поэтому все должно быть в меру своей дозировки. Подытоживая рекомендации специалистов, стоит отметить, витамины и БАДы – это высокоактивные вещества, и их нельзя принимать бездумно. Какие-то из них дружат друг с другом, какие-то нет. Так что желание укрепить организм может привести к необратимым последствиям. Пользу принесет только рекомендованное количество после посещения доктора и сдачи анализов. Не надо употреблять витамины, микроэлементы, БАДы и прочие вещества просто на всякий случай. Дарья Казак, Берлик Аманов, Жандос Монашев, Махсут Сарабаев. Программа «Аналитика». Программа «Аналитика»